Что на этот момент ты думаешь по поводу бирж, вот этих криптобирж? Волатильность у них будет увеличиваться с каждым месяцем все больше и больше. Есть такая цифра, которая регистрирует market cap всех токенов и всех коинов. Он сейчас находится примерно, по-моему, 380 миллиардов. Как только эта цифра будет расти и превышать 500 миллиардов, очень резко начнет приток происходить в крипторынке. Но, естественно, они подчиняются техническому анализу. Приток клиентов, ты имеешь в виду? Не только. Приток объемов, да? Объемы будут увеличаться и будут привлекаться в первую очередь institutional money. То есть, вот такие, как Fidelity Investments, E-Trade, Ameritrade, которые будут вниз по своим чанелам пушать вот эти ресурсы. А на данный момент брокерские компании, они покупают physical Bitcoin, physical Ether, physical... Потому что для того, чтобы им двинуть и увеличить ликвидность, им надо физические монеты. Опять-таки, Bitcoin, он не может быть дублицирован. Ether не может быть дублицирован. Его надо физически иметь в руках. Если его не имеют, значит, они в любой момент, когда клиенты начнут вынимать с бирж, вынимать с брокерских контор physical coin, то будет shortage на маркете. И брокерские компании вынуждены obtain physical coin и заплатить market price. Поэтому на данный момент, если посмотреть, вот это вот то, что между public происходит, оно это как бы не волна, которая будет. Сейчас происходит постепенное внедрение, и institutional money начинает двигать. Они покупают. Я, как пример, выслал Fidelity Investments, сделал white paper по поводу новых trust, которые они сделали. Они это будут пушить через свою network. Клиент должен иметь как минимум 100 тысяч долларов, чтобы войти в этот фонд. Но им не предлагается physical coin. Им предлагают, так сказать, ETF, электронный какой-то вариант. Но physical coin находится в брокерских компаниях и в институтных компаниях. Так вот сейчас наблюдается, что постепенно раскачивают рынки, их поднимают вверх, их опускают вниз. Но physical coin выкупается. Они известны, они есть. Допустим, самые большие trust fund, которые есть, я могу вам сказать, это базируется на биткоин, базируется на Ether. Есть компания такая Grayscale. Grayscale – это одна из таких продвинутых компаний, которая непосредственно ввела этот инструмент, одна из первых. И они получили первые лайсенсы необходимые торговые криптовалюты. И, в принципе, все, что они продают, вот эти trust, это ведущие монеты недалекого будущего. Кроме того, вторая монета – это Ether. На Ether-овской платформе, на Network, сделана практически будущая финансовая система. Да, действительно, этот протокол был придуман. И на сегодняшний день, если взять, допустим, какого-то человека, который работает в Capital One банке, к примеру, который занимается интернет-сервисом и протоколом передвижения ресурсов между банками, то они имеют свою платформу, базируя с Ether-платформой. Потому что она дешевая, удобная, очень высокая security level имеет, довольно-таки простая, очень легко контролируемая. Сейчас выходит Ether-2, будет выходить к концу года. Она будет более, еще быстрее, намного быстрее проходимость операции в секунду, нежели чем сейчас. Но есть монеты спящие, которые никто не знает. К примеру, там есть монета, называется H-E-M-E-M. Эта монета позволяет, у них протокол, который они имеют, она позволяет, если Ether, к примеру, позволяет двигать тысячу операций в секунду, то вот этот вот символ, который я упомянул, N-E-M, он делает миллион операций в секунду. Но мы еще даже не дошли до этого, для этого еще технология не готова. Но, тем не менее, те, которые создали, они откуда-то имеют эти знания. Кто-то им дал эти идеи, кто-то каким-то образом. Очень интересная тема, с которой я столкнулся. Когда телевизор только-только вышел, компания тогда была такая, Bell Labs, она в Штатах была, вы должны знать ее, Bell Labs. Вот они в то время показали концепт Амазона. И этот ролик я вам вышлю, кстати. Этот ролик был снят, наверное, где-то в 60-е годы, когда они полностью, в то время даже и телефонов особо, только накрутили пальцем этот телефон. Но они уже показали концепт доставки, покупки по телефону и так далее. То есть этот клип потерян, но есть к нему, скажем, если его поискать, его можно найти. То, посмотрев этот клип, это невероятно, кто снял этот клип, в частности, компании Bell Labs, каким образом у них работала Vision там, где мы сейчас есть, и в то время, когда не было даже технологически ни платформы, ни развито было. Ну, то есть, вот, поэтому некоторые вещи, они нам даются, нам кажется, что это мы развиваемся, и мы связаны с этим технологическим прогрессом. Но если сравнить вот с историей, то она очень контролируемая, она очень предсказуемая. Есть на это факты. Поэтому, как бы, в заключении сказать, что вот на этот переходной период, который сейчас происходит, то как раз-таки вот эти рынки, которые двигаются с криптой, они подвергаются действительно тому же техническому анализу, тому же золотому сечению с разворотными точками. Да, потому что это двигается людьми. Да, это двигается инвесторами, включаются те же правила, как и на любую валюту, как и на любой стак. Есть максимальная, оверсалт, есть позиция. Один к одному, те же правила. Но в один момент, когда происходит критическая масса, когда начинаются какие-то бедствия, когда начинаются какие-то изменения в передвижении сигналов по интернету, когда получается сбой с электричеством, выплывают темы, которые люди никогда не даже не обращали внимания, насколько мы чувствительны к этому. И вот при таких событиях будут рождаться новые подходы, как обезопасить себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...